Республика готовится к международному форуму России «Спортивная держава». Необходимо решить множество вопросов. Чувашия и Федеральный центр планируют проводить совещание раз в неделю в режиме видеоконференции. А на первом заседании организаторы форума утвердили концепцию и программу форума. Как он откроется и согласились ли в Министерстве спорта сделать зарядку в Чебоксарах, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Открывая заседание ОРК-комитета, федеральный министр Виталий Мутко отметил, что не случайно именно чебоксары в этом году принимают престижный спортивный форум. Раньше его проводили в Саранске, Казани и Москве. Чувашия на ровне с этими регионами уже давно демонстрирует высокие темпы развития физкультуры и спорта. И этот опыт необходимо тиражировать. Неуклонно растет количество граждан, вовлеченных в регулярные занятия физической культуры и спорта. Очень по-взрослому, скажем так, серьезно модернизирована система подготовки спортивного резерва. Материальная база детских и юношеских спортивных школ неуклонно растет. Принимать у себя международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – это большая честь и высокая для нас ответственность. Поэтому мы уже начали работы, вовлечены и органы местного самоуправления, и общественные организации. Все жители республики тоже активно включились в работу. Одна из главных тем этого форума – подготовка спортивного резерва. Эту систему, отмечают специалисты, необходимо кардинально преобразовать. В республике будут принимать и нормативы комплекса ГТО. Возродят его уже с 1 сентября, правда, пока только 12 субъектов. Чувашия находится в их числе. А с 2017 года, постепенно расширяя круг вовлеченности, вовлечен все регионы и всех граждан нашей страны. Важно, чтобы это была добровольная, непринудительная сдача. И как бы, в общем-то, было бы в интересной форме подавалось. То нам предстоит еще и раскрутка комплекса, и продвижение этого комплекса. Так что работы предстоит много. И на форуме мы сделаем и тестовые площадки для сдачи комплекса ГТО. На повестке форума и множество других не менее важных вопросов. Как эффективно управлять спортобъектами и сделать их доступнее для тех, кто проживает в отдаленных селах. Как бороться с договорными матчами. В рамках форума будет организовано более 20 конференций на самые разные темы. На заседании уркомитета утвердили программу форума. Уже точно известно, что его торжественное открытие состоится на Красной площади Чебоксара. Именно там будет дан старт Международному дню ходьбы. Планируют провести в Чувашии фестиваль «Спорт для всех» и мастер-классы от известных чемпионов. Участникам форума принимающая сторона предложила выйти за рамки деловой части еще дальше. Сделать зарядку на Красной площади. Виталий Мутко эту идею поддержал. Все новые формы организации физкультурно-массовой работы, они будут всячески поддержаны. Мы в них примем участие. Все вопросы с перевозкой и проживанием гостей в Чебоксарах уже решены. Сейчас к форуму готовятся 23 спортивных объекта. Вообще, республики уже не впервой принимать мероприятия такой величины. Но этот опыт пригодится и в будущем. Уже через год в Чувашии пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике. Виталий Ковалев и Александр Петров. Республика. Из Москвы.